Живой звук 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 с 2006 года, когда я просто нашел дома пластинку Юрину, начал слушать песни, и тут у меня отец приехал с города Лондей и говорит, что Юра приезжает в Улан-Удэ. А у меня как раз-таки на то время работала сестра в ДК Рассвет. Он приехал представить программу из фильма в реальность. Ну, как раз-таки снялся художественный фильм «Ласковый май», как все знают. И он в поддержку этого фильма поехал с концертной программы. И там я начал работать на свету сначала. После концерта мы начали общаться с ним. И потом как-то все закрутилось, вертелось, и через социальные сети начали общаться, продолжать. Потому что я работал и в Иркутске, в Сочи, в Улан-Удэ, в Туле был. То есть четыре раза связывал у меня с ним встречи. Круто. Вообще супер. Сергей, ну вот ты же достаточно молодой человек 96-го года, получается. Ну, Юр Штунов-то в 96-м уже по-моему отходил от такой массовой популярности. Да, у тебя родители слушают? Нет, я действительно сам просто нашел пластинку, потому что мои друзья занимались, ну, не совсем хорошими делами. И я как бы не хотел пойти по тем стопам. Криминалом, короче. Ну, да, можно так сказать. И мне как-то... Ну, провели интернет в деревне, я смотрел концерты, закулисную жизнь звезд, артистов. Мне вот это нравилось. И я стремился к этому. Ну, и то, к чему я пришел, можно как бы сказать, что я очень горд, горжусь. Ну, это здорово, что тропинка-то твоя обособлена, так сказать, обошла, да? Да, да, да. Вот эти все вещи. Расскажи немного про то место, где ты родился. Я родился в Баргузинском районе, село Баргузин. Красивая природа у нас. Рядом Байкал. Чистый воздух, ягоды, рыба, хорошие люди. Поэтому приглашаю всех в гости, приезжайте. Ух ты. Съездим на рыбалку. Вообще, без проблем. Но ты, получается, там сейчас как? Ну, то есть, наездами? Да, я сейчас в Москву приехал просто отдохнуть на лето, потому что я два года не был на родине, потому что я работал в Подмосковье, потом работал на НТВ. Мы снимали шоу «Маска». Поэтому сейчас расскажу подробно все, как я попал, и я, ну, знаком с Филиппом Киркоровым, который приезжал в Ланде, тоже неоднократно. Мы организовали и фан-клуб его, и фан-встречу было, и, ну, как-то с ним зазнакомились. И я узнаю, что идет шоу «Маска» на НТВ. Ну, созваниваюсь там с его помощниками и попадаю помощником Киркорова туда, на НТВ. И получается, мы снимаем проект и через какое-то время я приезжаю просто отдохнуть на родину, и происходит то, что вот Юра умер, и я тут задерживаюсь, потому что надо было сделать вечер памяти, ну, а дать, как бы, дань уважения Юре, так как я с ним работал. И мы проехали по районам, и последний концерт был в Лан-Удэ, баран на крови, где мы собрали полный зал. Да, да, да. Я видел и видео в социальных сетях различных, и народ, там у меня друзья присутствовали, говорят, слушайте, ну, прям вот, вообще, классно, душевно, там повеселились и так далее. Сколько концертов, получается, было? Я сейчас вообще не смогу так сразу сказать, но Баргузинский район мы объездили весь, у Лан-Удэ, сейчас мы планируем в сторону, там, Закаменска поехать, проехать, и в сентябре, кстати, сейчас будет эксклюзив, я планирую поехать с Сергеем Кузнецовым, это автор тех хитов, который написал «Белые розы», «Съедай ночь», «Розовый вечер», и поработать с ним, потому что мы связались с ним по скайпу, ну, вышли по видеосвязи, поговорили, он будет ждать меня в сентябре. Друзья, напоминаем, что у нас есть средства связи 8-9-24-552-1032, это наш вайбер, и вот на вайбер, собственно, прилетело сообщение. Марина пишет, кстати, она наша постоянная радиослушательница, фанатка шоу «Маска», и пишет, Сергей, очень понравилась песня в вашем исполнении, такую песню хочется слушать в микрике, когда едешь в дальний район, а еще нравится репертуар Юрия, что новая песня «А лето цвета» споете для нас? С огромным удовольствием, но мы ее сегодня, мы не скинули ее, она не в программе. Да, она не в программе, но можем. Постараемся, по крайней мере. Попробуем, попробуем, Лето заканчивается, почему бы нет. В самый раз мы призовем вот эти самые летние градусы, температуры, вот к нам сюда, в регион, чтобы было пожарче. Я предлагаю прямо сейчас что-нибудь исполнить. Давайте какой-нибудь приветственный, начнем, наверное, с «Привет», как раз-таки Юрина песня, и я думаю, она зайдет. Ну и почтим память, Юр, что, ну, конечно же, да. Пожалуйста, Сережа, на сцену. Я еще раз напоминаю, товарищи радиослушатели, у нас идет прямая видеотрансляция, вот, и за всем происходящим вы, соответственно, можете наблюдать, наблюдать за тем, что у нас происходит, в том числе и на сцене. У нас здесь она такая небольшая, импровизированная, как, наверное, в каком-нибудь селе отдаленном, вот, Буряцком. Но, тем не менее, да, радует, что она, в принципе, есть, и есть такая возможность исполнять песни в живом звуке, да. Итак, Сергей готов? Да, готов. Ну и поехали! Ну что же, дорогие друзья, всем доброе утро и хорошего дня! Да! Снова снег, раступит весна, снова цветут сады, снова ночь, а мне не до сна, я не знаю, где ты, где ты. Словно сон в небе звезда, была ты в моей судьбе, и я не забуду тебя никогда, я посылаю тебе привет, привет, я посылаю тебе привет, привет, Я посылаю Привет, я посылаю Тебе привет, привет, привет Я посылаю Снова я листаю альбом Вижу твои глаза Это мне все кажется сном Я не могу без тебя И снова ночь на небе луна Имя твое в тишине И я не забуду тебя никогда Я посылаю тебе Улан-Удэ, привет Привет, привет Я посылаю тебе Привет, привет Я посылаю Привет, привет Привет, я посылаю тебе привет Привет, привет, я посылаю Привет, я посылаю Всем привет! Привет! Спасибо! Все, спускайся к нам, будем общаться дальше Ой, друзья, Сергей Бураченков Бураченко, да что ж такое-то у меня Бураченков, вот, все верно У нас сегодня в студии, надо мне записать где-нибудь с таким большим-большим ударением Да, Сереж, крутой ты Спасибо большое Вот я тебе скажу, черт Ну, извините, если что-то не так, потому что голос утром еще спит Ну, конечно Ну, как получилось Да, да Вот, приветы полетели у нас К нам сюда, в том числе друзья Еще раз напоминаем, у нас идет видеотрансляция прямая Вы в чатике можете там тоже чего-нибудь писать Вот, в частности, Сергею привет передавать Он вам передал, вот какой яркий привет музыкальный Теперь ваша очередь Расскажи, пожалуйста, про плакат, который вот у нас на сцене в том числе находится У меня просто параллельно идет прямая трансляция, да, действительно Да, справа вот от меня, ну это если вы крайне смотрите, это плакат Юра, он подарил мне в Туле Концерт был с программой «Не молчи» И вот это шелковый плакат, их очень мало И поэтому я принес вам эксклюзив, чтобы вы посмотрели, сходились мы Очень классный Да, это действительно настоящий, ну, плакат шелковый Он, получается, расписался маркером, там видно, ну, что это не пропечатано Поэтому потом поближе посмотрите Да, 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 но мы отдельно еще снимем что-нибудь, да, так называемый сториз Вот Сереж, расскажи, как у тебя, в принципе, началось все вот это вот музыкальное Когда? Ой, это, наверное, лет 15 назад Ну, я уже рассказывал, что нашел пластинку Так как тембрально как-то, ну, голос я не ставил, ничего не, как бы, не... Ну, то есть ты не с раннего прям детства начинал петь? Нет, ну, с первого класса, конечно, я танцевал в группе «Шоу-данс», это... Я 11 лет оттанцевал Ух ты! Да, ну, там есть видео, сейчас ты уже не танцую, чисто так бит отбиваешь только А-а-а, ну, да, получается, с раннего детства В случае чего можешь? Могу Да Это были бальные танцы? Нет, это был и русский народный, и хип-хоп, и современные Современные И гопак был, ну, много всяких разных Классика, в общем-то, классика, да Ну, я ходил вот в кружок, это в деревнях как бы есть, и... Ну, мне нравилось, тем более общение с друзьями И когда я понимал, что группа как бы все разъедутся, ну, как бы по городам Уже не будет концертов, а я этим жил, поэтому я думаю, надо что-то свое Ну, то есть, ну, есть я, да, я в любое время поехал куда-то выступить Ну, и вот начал как-то, как не раскручиваться, а просто заниматься музыкой ходить Саморазвиваться Ну, саморазвиваться Как я всегда говорю, у меня есть самое высшее самообразование Поэтому я начал работать со звездами бурятской эстрады, набираться опыта у них Ну, как бы, я не считаю себя, что я певец, просто есть такое понятие, как интонировать То есть я просто интонирую, и это передавать слова так, как ты их понимаешь И поэтому просто от души делаю, если людям нравится, и я дарю какую-то частичку доброты, почему бы и нет Это заметно очень У нас есть телефонный звоночек Ух ты Не дождались Позвоните, пожалуйста, еще раз, 21-99-10 Нет, подождите Это какое-то странное пищание Кто-нибудь там есть у нас на том конце провода? Нет, нет Нет, нет, такое ощущение, что у людей просто на громкую включен радиоприемник Позвоните нам, пожалуйста, еще раз, 21-99-10 Прилетает сообщение, и вот еще одно сообщение Очень хочется слушать ваши песни на диске Где можно их купить? Дорогие мои, просто сейчас такое время, что все цифровое То есть диски уже, в принципе, не упускаются И Юра тоже говорил раньше, что он уже не будет делать на дисках Все это в цифровое, это цифровые площадки Поэтому тоже еще один эксклюзив расскажу Мне передали проект одной песни, даже двух На днях уже скинут Юра работал над песней, но не успел записать Поэтому музыка уже, минусовка готова Мне вот ее на днях скинут И я думаю, в сентябре я ее выпущу И буду рад представить у вас премьеру, кстати Да, вообще без проблем, без проблем Алло, доброе утро Вы здесь, с нами? Алло Здравствуйте Добрый день Как зовут вас? Саина Коперовна Отлично Что-то хотели сказать, видимо, Сергею Сергей, вы участвовали? Были в гостях у Андрея Малахова? Пока что еще нет, но предложение поступало Вот они готовят, по-моему, эту программу на 6 сентября В честь дня рождения Шатунова Поэтому, ну, я не знаю, поеду или я еще Потому что сейчас готовится тут концерт большой 3 сентября в парке Жанаева Будут и звезды Бурятской эстрады, и я Поэтому будет огромный концерт Приходите туда Спасибо То есть, получается, Сергей будет выбирать между студией Малахова и концертом Я, знаете, я такой ответственный человек, если я пообещал Не важно, что это какой-то масштабный проект, большой, да, там Либо, ну, я просто вот такой То есть, если я пообещал, дал слово, то, конечно, я выступлю у нас здесь, в парке Жанаева А вообще, на телевидении ты как? Бывал где-то, я так видел, вроде... Да, бывал Светился На центральных телеканалах каких-то российских Нет, на центральных мы только... Ну, за кадром был Ну, за кадровые съемки Так, как где-то мелькал Но пока еще не был То есть, тебя не приглашали? Ну, пока нет Ну, я думаю, что все будет Все будет, да Просто я хотел эту кухню почувствовать изнутри Посмотреть Я, как, ну, говорю, вот на НТВ все посмотрел Все, как снимается, как работают ребята Это огромный труд Кстати, хотелось бы узнать, а в качестве кого ты принимала честь? Я просто следил за массовкой, чтобы, ну, в нужный момент хлопали Не вставали своих мест, не подходили к артистам Потому что, ну, все-таки звезды И все хотят и посмотреть, потрогать, пощупать, как бы Ну, вот так вот Только, такое, значит, эмси для толпы Да, да, да Ну, в нужный момент Ну, это интересный опыт Да, это классно Да, потому что это все совсем по-другому Не так, как здесь Да Ну, а вообще у тебя, ну, может быть, мечта какая-то есть Появиться в какой-то программе популярной Вот, если бы предложили, куда бы ты пошел в первую очередь? Ну, как бы, я как-то не мечтаю, чтобы где-то там появиться, стать популярным Просто то, что у меня есть и то, что дано, я этим и радуюсь Ну, вот, езжу по деревням, мне классно людей радовать, как бы Ну, поэтому так как-то Скажи, ты специально ради этого эфира в Улан-Удэ приехал, или у тебя еще дела какие-то есть? Нет, мы ездили, поступали мои сестры, я как бы, там, решая некоторые вопросы Сопровождал Сопровождаю, да Да, и брат приехал, мама, и это мы вчера отдохнули классно, в Капитал Молл сходили, попрыгали на батутах Покушали шашлыки, ну, как-то так У тебя большая семья, получается, да? Да, у меня сестра, брат, и все Я сам старший Вас трое, получается Да, нас трое Ну, по нынешним меркам, это большая семья, когда трое детей Да, да, верно Кто из современных музыкантов тебя вдохновляет? Ну, мне сейчас нравится, да Да, вдохновляет, ну, потому что, так как я работаю с музыкой, мне надо слушать музыку всю То есть, ну, Рамиль мне нравится Потом, вот, Нелета, как, ну, классно делает музыку Ну, вот такие исполнители Даже похоже, кажется, немножко Да? Да Ну, я не знаю, я Нелета давно не видел, мы не встречались, но Ну, я в Сочи его видел Ну, такой, качок Качок? Да, уже качок стал Ничего себе, как быстро Ну, Нелета, которая Ну, да, да, это Любимка, вот это все дела Ну, да, здорово То есть, он уже накачался, что ли, как быстро люди качаются А я только никак в зал зайти не могу А ты только на качелях качаешься Да Их же Вообще ужас, конечно Ладно, друзья У нас впереди новости от наших коллег Совсем коротенькие, буквально три минутки Еще раз напоминаем У нас идет видеотрансляция Вы можете писать и в чате И вообще, как бы выкручивать на полную громкость Свои вот эти вот колонки Где вы там нас сейчас слушаете Кто в приемниках, кто в смартфонах и так далее 219910 Это телефон прямого эфира Ну и Viber Пишите сюда 8-924-552-103-2 Играет музыка Новости Республики Минздрав Республики упростил порядок прохождения медосмотра Перед поступлением в детсады и школу Родители первоклассников могут получить справку в своей поликлинике У врача-педиатра или фельдшера В ведомстве подчеркнули, что детям не нужно сдавать анализы на гельминтозы Данное обследование они пройдут в течение первой учебной четверти Малыши, которые продолжают посещать детский сад Не должны предъявлять справку о состоянии здоровья Она потребуется, если ребенок в августе перенес острое заболевание О подвиге военнослужащего из Бурятии Владимира Алихова Рассказали в Минобороны России Радиотелефонист взвода управления самоходно-артиллерийской батареи Десантного подразделения В самой сложной боевой обстановке обеспечивает группы тактического воздушного десанта Устойчивыми каналами радиосвязи с вышестоящим командованием Выполняя задачу по контролю моста через водную преграду Группа воздушного десанта, в которую входит Владимир Вступила в бой с радикалами Оборудование связи было повреждено Но Алихов сумел восстановить его и передать координаты позиций артиллеристам Которые помогли подавить противника, сообщает ведомство Многодетные семьи Бурятии смогут получить по миллиону рублей Общественная палата России предлагает ввести в стране такую меру поддержки За третьего и последующих детей Экспертная оценка показывает, что только за счет этой меры Дополнительно ежегодно будет рождаться более 100 тысяч детей Отметили в общественной палате Бурятия успешно внедряет региональный экспортный стандарт Сегодня республика по этому показателю находится на втором месте в Дальневосточном округе И на 17-й позиции по стране Помощь предприятиям оказывает Центр поддержки экспорта Так, тесное сотрудничество по продвижению продукции налажено с фабрикой АМТА Рассказали в Министерстве экономики Ежегодно предприятие поставляет в другие страны 250 тонн сладостей В планах расширить поставки в Монголию, Китай и Вьетнам Это была заключительная информация Следите за выпусками новостей в нашем эфире На сайте bgtrk.ru и телеканале Россия 24 Выпуск провел Евгений Кищенко Живой звук Сегодня не только живой звук, но и очень живой у нас гость Вот, если можно так выразиться, конечно, Сергей Позитивный, активный, симпатичный, веселый и, самое главное, голосистый Да, Сергей Бурученков у нас в студии И очередная песня в его исполнении в живом звуке в нашей студии прямо сейчас, друзья От серых туч стонало небо И сколько можно лить и лить Но счастлив я от счастья не был Зато умею я любить И шли дожди Трещало небо И бесполезны Уже зонты Хочу, чтоб ты Меня согрела От той душевной Мерзлоты И шли дожди Ложась на землю Я вязну в слякоти Сырой Хожу я вслед За твоей тенью С тобою я И не с тобой Но нет, ничуть не сожалею Я эту выбрал сам, тропу Тропу Споткнусь стою и вновь за нею За нею И в этих я дождях тону И шли дожди Трещало небо И бесполезны Уже зонты Хочу, чтоб ты Меня согрела От той душевной Мерзлоты И шли дожди Ложась на землю Я вязну в слякоти Сырой Хожу я вслед За твоей тенью С тобою я И не с тобой Дорогие друзья Кто запомнил слова Подпеваем И шли дожди Трещало небо И бесполезны Уже зонты Хочу, чтоб ты Меня согрела От той душевной Мерзлоты И шли дожди Ложась на землю Я вязну в слякоти Сырой Хожу я вслед За твоей тенью С тобою я И не с тобой И шли дожди Ой Ну давай Как дождь Иди Сюда К нам Друзья Сергей Бураченков У нас сегодня В студии Исполняет песни В том числе Юр Штунова Вот Группа Ласковый май Вообще Прям Я вот Как будто бы Где-то на концерте Нахожусь В данный момент Ребят А как вам Тоже пишите Давайте Потому что Обратная связь Очень важна Правда же Сереж Да Конечно Ты Вообще Вот Любишь В частности Я так понял Больше выступать Да Для людей Да Это прямо Когда общение Между артистами И зрителем Идет И счастливые глаза Ну это дорогого стоит Это вообще Могу сказать Однозначно А так Чтобы вот Какие-то студийные работы И прочие вещи Ну вот Когда ты Один на один С микрофоном Да Ну конечно же Это уже было Потому что У меня вышел Альбом Туда вошло Порядка 20 По моему Песен Сейчас я его Открою Так Сейчас скажу Да 20 песен И Вот Сейчас Когда в сентябре Будем записывать песню Вот эту новую Ну предстоит большая работа Потому что все-таки Юрин труд Надо как-то продолжить И я сделаю для этого Все возможное Чтобы Юру не забывали И чтили память о нем Ну и вот То что он сделал Нести это Масс Наша слушательница Прислала Очень проникновенно Спасибо Спасибо И поцелуйчики Ну я думаю Что после нашего радиоэфира В Бурятии Ваших поклонников Станет еще больше Супер Я буду только рад Скажи А ты Караоке часто посещаешь? Вот Я просто Я просто знаю Несколько случаев Вот у меня Парочка Знакомых есть Которые Копируют Тех или иных Исполнителей Вот И они любят Так сказать Не то чтобы похвастаться Но так прихвастнуть Какую-нибудь песенку Там затянуть И все там в зале Такие на него сидят Смотрятся Открывают Вот это да Лепс Да-да-да-да-да Конечно Перед концертом Когда Барана Коровья Ну я ходил там Как-то распеваться Просто друзья позвали Сходить В караоке И значит Мы заказали там песню Пару песен Юриных Я значит пою Пою-пою И диджей подбегает С открытыми глазами И говорит Ё-моё Я думал Включил Плюсовку Ой, как похож Потом Подходит Женщина Так снимает Прям близко Вот так А вы сын Что-то новое Вот так Прям близко Я говорю Нет Надо было сказать Брат Брат Да По духу По духу Да Слушай Прикольно А ну Ты распеваешься Получается В караоке Нет Это мы Распеваясь Конечно На концертных площадках Ну вот Мы с ребятами Лейкерс работали Мы Пели каждый день По Полной программе Полноценной Потому что Программа состояла Из 31 песни Три часа шла программа И я каждый день До концерта Мы давали полноценный Какой-то концерт Потому что Я например Спою Под Ну Под Минсовку Они подбирают Тут же на слух Я пою потом Вживую еще Поэтому мы Вот так вот Каждый день Ну это Тяжело конечно Но мы справились Прорабатывали Да прорабатывали Насколько сложно Живыми Музыкантами Ребятами Нет Во-первых Это вообще Классно Ну у меня Большой Нет Я вообще Работал с Аттракционом Воронова Они тоже Ездили Ну какая-то Программа У них была Чего-то Коровой Помните Я Я как раз Таки тоже С ними Ну пел Работал И потом Мне вообще Понравилось Ну классно Потому что Ты можешь Как-то там Не так спеть Они тебя Подхватят Тут же И с ребятами У нас Мы просто Ну мы репетировали Но еще шло Как-то На концерте Как сказать-то Само Как сказать Слово подобрать Не могу Импровизация Самоимпровизация То есть мы В конце песен Ну не договаривались С ребятами Они тут бит дают Мы просто Со зрителем Поем Вообще классно Получилось Мне прям зашло Лариса прислала Сообщение Сергей Как будто Воскресил Юру И много Восклицательных знаков Спасибо Огромное Ну конечно Я вот хочу Продолжить Юрины Как бы Дело Ну сейчас Права Ты конечно Перейдут К семье Шатунова Это Сын Денис Эстелла Ну посмотрим Не знаю Как будет Денис Будет Петь Таким голосом Ну и так С такой же душой Как пел Юра Поживем Видим Слушайте Да А вот Что касается Выступлений На свадьбах Там юбилей По поводу предстоящего Их не пел И еще Могу сказать Я разговаривал Аркадием Кудышевым Это директор Юры Ну он мне по секрету Сказал что Готовится альбом Из Юриных Песен Которая То есть он готовил 60 песен Он записал Но их еще Люди не услышали Они сейчас Компонуют Альбом И после года Потому что До года Сильно ничего нельзя Оставлять Потому что идет Ну как бы Память И ну как бы Это По традиции Ну по традиции Да Выпустят после года Поэтому 3 сентября В парке Жанаева В 16 минуте Приходите Бесплатный концерт Будет здорово Классно Классно Жалко меня в городе Не будет А мы заснимем Отправим Отлично Хорошо Я предлагаю Еще песню спеть Да Там Спасибо тебе Спасибо тебе Хорошо Вот Пожалуйста Спасибо тебе Сергей Что ты у нас в студии Спасибо Проходи Проходи на сцену Господа Еще раз призываю всех Писать Писать То что вы видите То что вы слышите И соответственно Отзывы какие-то Потому что это очень Премьера песни Слова написал Сергей Кузнецов А музыку Юра Шатунов Поэтому Песня называется Спасибо тебе Премьера О Премьера друзья На маяке Субтитры сделал DimaTorzok Прости Прости что так вышло Но я в этом не виноват И дождик по крыше Сегодня не сводит с ума Мне выпало счастье Не быть с тобой рядом теперь Спасибо отчасти За дома закрытую дверь Спасибо тебе За сладкую ложь Ее называют мечтой Спасибо за дверь Которую мог Открыть любой кто-то Другой Спасибо тебе За ласки утра За тайну Никто и Не знал Спасибо Успел С тобой попрощаться Вчера Спасибо У-у-у ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А помнишь, когда-то я ночью пробрался в твой сад Весна виновата, рассветы четыре часа И мы на рассвете болтали с тобой до шести Ласкал тебя ветер, я тоже, ну ладно, прости И спасибо тебе за сладкую ложь Ее называют мечтой Спасибо за дверь, которую мог Открыть любой тот, а другой Спасибо тебе за ласки утра За тайну никто и не знал Спасибо успел с тобой попрощаться вчера Мы больше не можем в любовь бесконечно играть Все это так сложно, вот видишь, я точно был прав Уеду в свой город, тебе уже не позвоню И год будет скоро, я все еще помню Спасибо тебе за сладкую ложь Ее называют мечтой Спасибо за дверь, которую мог Открыть любой тот, а другой Спасибо тебе за ласки утра За тайну никто и не знал Спасибо успел с тобой попрощаться Спасибо тебе за ласки утра За тайну никто и не знал Спасибо успел с тобой попрощаться вчера Браво, премьера, друзья Премьера на маяке Чудесно, чудесно Люблю такие вот вещи Сергей Брученков у нас сегодня в гостях Друзья, у нас осталось не так много времени, к сожалению, уже Вот, буквально чуть больше 10 минут Как жалко, у вас такая классная обстановка, теплая Даже уходить неохота А мы продолжим Мы продолжим, только вне эфира А, хорошо Так что, друзья, знайте И особенно те, кто, возможно, подключился только что И не понимают, что у нас сегодня здесь происходит Напоминаем, у нас музыкальная пятница Как обычно на маяке приходят музыканты Сергей Брученков вот с Бургузина приехал к нам специально выступить Такой вопрос По поводу своего творчества Да, есть Прямо кисольного Есть, то есть Мы скинули там одну И так еще в альбоме есть Ну, то есть, который вот у меня Здесь альбом на 20 песен Ночь для нас То есть И сейчас еще там много песен Которые есть Ну, мне просто до студии надо доехать Потому что времени нету Как доеду, сделаю альбом Еще второй будет Ты сам пишешь стихи или музыку? Стихи Стихи Да, потому что у меня Ну, нет музыкального образования Я не... Ну, я хочу научиться на гитаре играть Поэтому, я думаю, все в скором времени будет Все впереди Да А так, получается, в основном композиторы Композиторы, я работаю То есть, ну, созвание с авторами Они мне, ну, присылают Ну, или дают разрешение Ну, то есть, вот так вот Слушайте, как все-таки удобно В современной мире жить Да, вообще супер Друзья, у нас в продолжении эфира Прогноз погоды Обзор пробок Не теряйте И потом Сергей еще свою песню споет Вот Погода на маяке Бурятский гидрометеоцентр Обещает нам сегодня по республике неустойчивую Но умеренно теплую погоду Местами пройдут кратковременные дожди и грозы Ветер северо-западный 3,8 В отдельных районах до 14 метров в секунду порывы Температура плюс 17, плюс 22 При дожде 10, 15, выше 0 В городе Лун-Удэ сегодня погода Преимущественно без осадков Ветер северо-западный 5, 10 метров в секунду И температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 Атмосферное давление будет сегодня слабо расти Долгота дня 14 часов и 27 минут Яндекс погода говорит, что сейчас плюс 13 в Улан-Удэ Давление 713 миллиметров ртутного столба Влажность воздуха 61% И ветер юго-западный до 2 метров в секунду Но радует, что ДТП на Барсоева не привело Никаким затруднениям в плане дорожным Да, заторов здесь нет В левом ряду Возможно, его уже и нет, этого самого ДТП Будем надеяться Что касается остальных мест У нас, получается, проблемки только на проспекте 50-летия октября? И то они уже, можно сказать, практически самоликвидировались Напряжение сохранилось только на остановке элеватор Со стороны ПВЗ в сторону центра И это небольшая локализация То есть ярко выраженной пробки там нет Ну и прекрасно Значит, едем и всем счастливого пути Реклама Для жителей нашей республики Открылся новый центр семейного здоровья «Андромет» Говорит главный врач центра Сергей Урханов Наши опытные специалисты проводят диагностику И лечение урологических заболеваний На современном оборудовании А также все виды УЗИ Говорит врач-гинеколог Лоя Домбаева Помимо стандартных гинекологических услуг У нас возможны интимное омоложение И не хирургическое лечение, не держание мочи Центр семейного здоровья «Андромет» Город Улан-Удэ, улица Каландаришвили, 27А Телефон 2108-88 Имеются противопоказания Необходима консультация специалиста Алло До 1 сентября осталось несколько дней К началу сезона учебы В Титане школьная ярмарка Приходите, у нас скидки На школьные принадлежности до 50% Титан, счастье есть Скидка действительно до 31 августа Настоящее золото Со знаменитого полуострова Свежие икра киты, чавычи, нерки Огромный выбор камчатской, северной И атлантической рыбы Сочные балыки, нежные филе и новинка Слабосоленая сельдь, каспийский залом Только на выставке деликатесов севера И Камчатки В ТЦ Саган Марин Второй этаж у магазина «Находка» Курорты Бурятии приглашают на лечение и оздоровление Скидка на все в сентябре 20% Продли лето вместе с курортами Аршан и Горячинск Старт программы кэшбэк от Ростуризма Верни 20% от путевки за отдых С 1 октября по 25 декабря Оптика ССЭСЭК По статистике каждый третий ребенок Имеет проблемы со зрением И от этого могут возникнуть трудности в учебе Мониторы, экраны, гаджеты Ухудшают зрение Дети нуждаются в нашей защите Проверьте зрение сейчас Ваша оптика ССЭК Подробности акции узнавайте на местах продаж Требуется консультация специалиста Студенческий переполох Хэштег поддержка бюст Одеваем старшеклассниц и студенток для учебы Ключевская 25 Сахьяновой 7 В-4 Одевайтесь в качественное белье Объявление Требуют сопроводники пассажирских вагонов Обучение трудоустройства Телефон 8 301 Ремонт стиральных машин Телефон 8 90 21 67 12 80 Автостекло Телефон 64 17 86 Колледж искусств имени Чайковского Объявляет дополнительный набор На музыкальное отделение По специальностям Вокальное искусство Музыкальное исполнительство Теория музыки Справки по телефону 8 914 980 0254 Требуются охранники 4 и 6 разряда Вахта, зарплата от 97 тысяч рублей в месяц Телефоны 8 924 752 0205 8 924 777 97 70 Окна балконы Телефон 400 123 Требуется машинист бульдозера Автокрановщик Телефон 22 80 22 Телефоны рекламной службы 211 233 и 23 30 30 Друзья, напоминаем вам, что у нас сегодня Сергей Бурученков в студии У нас осталось немного времени И вот, собственно, песня Твоя, Сережа, да? Написал друг Ага Мне можно ее петь Все, отлично Дали добро, это хорошо Друзья, мы сразу с Анной Сергеевной прощаемся с вами Хороших выходных До понедельника До понедельника Всем пока Солнечного настроения Душа твоя Рвалась, кричала Ведь ты болела Только им И вышла из Тебя слезами Любовь, что грела Вас лишь двоих Ревела, не спала Ночами И оборвалась Все внутри И болью душу Разрывала Одна в предательстве И лжи С капельками слез Вытекла любовь И душа просохла Убежала грусть А за нею боль Засияло солнце Все сгорит отла Ветер унесет Серый легкий пепел И несет вода Бурная река Жизни километры И очерствела Твое сердце От этой боли Навсегда И ты себе Пообещала Любить не будешь Никогда Пускай страдают Остальные Тебе хватило В жизни раз Однажды ты Уже любила Но счастье нить Оборвалась С капельками слез С капельками слез Вытекла любовь И душа просохла Убежала грусть А за нею боль Засияло солнце Все сгорит отла Ветер унесет Серый легкий пепел И несет вода Бурная река Жизни километры Ну что ж, дорогие друзья Всем хорошего дня Счастья вам Здоровья Одевайтесь теплее Лето уже заканчивается И подходит к концу А с вами был я Сергей Ворченков До новых встреч! И последний раз С капельками слез Вытекла любовь И душа просохла Убежала грусть А за нею боль Засияло солнце Все сгорит отла Ветер унесет Серый легкий пепел И несет вода Бурная река Жизни километры Друзья, к сожалению Наша музыкальная пятница Подходит к концу Но для Сергея Прилетело множество сообщений Сергей, спасибо тебе Безокласное исполнение Пишет Лариса И очень много сердечек Летит тебе Сергей Ну, с нетерпением Ждем концерта В сентябре Третьего сентября И увидимся в парке Имени Жанаева Все, до встречи Да, ну и наконец-то Все, всем пока Всем пока! Все, Сереж, спасибо! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok